ну собственно постепенно будем раскачиваться знакомиться для тех кто видит меня и слышит впервые я марина казакова эксперт в области визуального мерчендайзинга и ритейл дизайна я занимаюсь мне 36 лет привет привет мне 36 лет я занимаюсь ритейлом на российском рынке вот уже 16 год сейчас идет но работу я не только на российский рынок на международный в том числе я сделаю маленькую презентацию о себе своих компаний чтобы вы понимали с кем имеете честь прямо сейчас коммуницировать у кого вы будете сейчас брать кусочек вдохновения и полезную информацию которая пригодится вам при работе с вашими магазинами когда мы вернемся обратно в оффлайн пространство а мы вернемся обратно сто процентов это я вам обещаю прогнозы так или иначе таковы что все туда идет муравейник начнет работать и запустит все свои процессы как всегда это собственно такая эволюционная задача люди не могут быть без социализации а и без ритейла соответственно потому что ритейл это мне кажется самый главный инструмент социализации современного рынка поэтому будем говорить сегодня ну собственно я представляю на рынке не только себя как специалисты но и две классные компании одна из которых школа московская школа визуального мерчендайзинга оформления витрин м н w м н w м н w мерчендайзинг windows по-английски это звучит так как у любой уважающейся компании у школы есть миссия большие цели большие планы миссия школы звучит таким образом мы развиваем комьюнити визуальных мерчендайзеров мы помогаем им стать профессиональные мы помогаем им скажем так найти еще один подход своей области в своей профессии да чтобы стать чтобы ну чтобы расширить границы своих профессиональных навыков а если говорить про малый средний бизнес про собственников бизнеса здесь мы тоже у нас тоже есть миссия здесь мы как раз таки помогаем собственнику бизнеса за короткий срок окунуться вообще в сегмент визуальный мерчендайзинг вообще в предмет презентации продукта и понять как же сделать так чтобы каждый квадратный метр твоего пространства начал приносить тебе пользу эффективность собственно это так выглядит так звучит миссия школы мы работаем с 14 года к нам отправляют и крупные компании своих студентов или собственно собственники бизнеса или визуальные мерчендайзеры самостоятельно приходят к нам на прокачку за эти шесть лет мы действительно вот я горжусь своими клиентами нужно с клиентами студентами и представителями компании которых удалось за четыре года прокачать научить показать это конечно происходит посредством и вдохновения обучения и продвижения наших студентов обучаем мы с помощью нескольких скажем так продуктов но у нас появился четвертый продукт это онлайн визуальный мерчендайзинг можно изучать онлайн и прямо сейчас проходит наш первый онлайн курс буквально через неделю он уже завершается студентов же крутые результаты они создают инструкции по созданию дизайна магазина и пока создают инструкцию да погружается в каждый из последовательных последовательных шагов к дизайну магазина изучают бренд и продукты товарную матрицу изучают организацию пространства изучают ритейл тренд изучают торговое оборудование торговое освещение правила выкладки товара планограммы графические элементы навигацию то есть все то с чем связи сталкивается ваш покупатель в пространстве собственно таким образом через практические задания занятия мы погружаем наших студентов в ритейл помогаем учим скажем показываем инструменты с помощью которых они действительно улучшают эффективность работы магазина ну и конечно улучшив эффективность работы магазина мы естественно повышаем лояльность нашего покупателя да мы вдохновляем разными продуктами на сайте у нас появляется магазин и магазины будут и всякие воркбуки продаваться и чек-листы ну и так далее так далее каждым студентом гордимся в соцсетях на сайтах мы всегда пишем о своих студентах об их результатах это круто это была маленькая презентация школы а вторая компания на которую я честно тружусь вот уже шесть лет это я являюсь со основателем этой компании это проектное бюро вуде бюро и здесь мы как раз создаем только дизайна магазинов здесь нет консалтинга и обучения здесь только разработка дизайн концепции магазинов торгового оборудования и так далее мы специалисты мы каждый наш сотрудник обязательно проходит обучение в школе для того чтобы вообще понять особенности ритейла это очень важно все архитекторы 3d визуализации тары графические дизайнеры визуальные мерчендайзеры все представители ритейла здесь мы как раз дизайн торговых интерьеров предоставляем разрабатываем торговое оборудование делаем оформление витрин разрабатываем дизайн витрин оказываем услуги по выкладке товара разрабатываем торговый брендинг и у нас собственная фабрика по производству декорации торгового оборудования где собственно мы реализуем все наши проекты вот если говорить про клиентов бюро тут конечно мы работаем с крупными представителями с крупными игроками ритейла мы работаем в том числе между на международном рынке вот один из последних наших проектов я сейчас покажу вот он это новый бренд российского бренда ascona slip aid он открылся в португалии в лиссабоне сейчас прямо открывается в испании вот уже собственно у них там послабление да после 3 июня открыты границы и можно будет уже начать начать прям реализацию вот и собственно такой же магазин открывается в лондоне и так далее так далее мы очень гордимся на самом деле проектами которые нам удается реализовать бюро практически 90 процентов дизайнов которые мы создаем мы самостоятельно и реализуем то есть полностью оказываем спектр услуг под ключ в этом наше преимущество и преимущество наше в том что марина казакова эксперт в области визуального мерчендайзинга знает алгоритмы мерчендайзинга и понимает как сделать не просто красивый модный магазин да а продающий магазин эффективный магазин потому что разрабатывая дизайн концепцию магазина мы интегрируем уже алгоритмы визуального мерчендайзинга в процесс сегодня в самом конце вебинара я расскажу вам как выглядит что такое алгоритм дизайна магазина до который принесет тебе в итоге успешность успешность для меня это не только коммерческие показатели и рост их а в том числе и лояльность твоего клиента в том числе узнаваемость своего бренда в том числе и конкурентоспособность и так далее так далее но то есть есть коммерческие показатели есть эмоциональные показатели эффективности их тоже нельзя упускать я показываю несколько наших проекта в последних это потрясающий бренд секси швабра мы ее назвали интеллигентная швабра вот такой крутой продукт и мы упаковали его вот 10 или там 9 квадратных метров островного корнера и вот собственно во всех ведущих торговых центрах москвы представлен корнер бренда моппи мы создавали полностью и дизайн и производство поп-ап-стор джистаро джинсы you boat и так далее так далее все наши проекты 20 и 19 года совсем свеженькие актуальные эффективно отрабатывающие underline мега теплый стан и запуска весеннего сезона в underline кетчер в москва-сити магазин подарков обувной бренд аж и так далее так далее все наши дизайн проекты от идеи до реализации либо classic concept store и конечно дизайном витрин мы также занимаемся но отлично это была презентация меня моих заслуг моих профессиональных качеств скажем так и двух компаний на которые я смело тружусь последние шесть лет собственно темы сегодняшнего вебинара на ближайшие 50 минут мы озвучили таким образом вообще в целом так или иначе мы с вами вступаем в новую эру культур культуры культурных взаимоотношений коммуникационных взаимоотношений экономических взаимоотношений и так далее а ритейл собственно продажа чего угодно купли продажи это есть основа любой экономики вы понимаете так вот вступая в новую эру ты подсознательно понимаешь что другие правила новые возможности и да и совершенно другое видение происходящего это такая знаете более ментальная скажем так идея того что происходит вообще с миром с рынком если мы наложим эту информацию на нашу отрасль так или иначе мы визуальные мерчендайзеры или владельцы магазинов или обслуживающий персонал магазин или подрядчики брендов мы конечно же должны четко понимать этот инструмент четко понимать точнее задачу того что реальность меняется обстоятельства меняется и иметь инструменты которые помогут и нам меняться визуал визуальном смысле в том числе мы я про визуальную составляющую и поэтому а именно этот вебинар мы сформировали таким образом чтобы показать какие инструменты вы можете использовать в будущем чтобы менять свое пространство менять позиционирование визуальное позиционирование бренда менять визуальный диалог в пространстве со своим покупателем потому что после карантина он придет к вам и ему не захочется вспоминать о том как он провел весну двадцатого года правда никто не хочет вспоминать войну условно война это образное выражение мы мы сейчас состоим достаточно специальной ситуации да она эмоционально сложная финансово сложная экономические так далее так далее да и поэтому выходя из подобной ситуации нам нужно четко понимать что покупателю нашему захочется чего-то нового свежего и захочется эмоционально позитивного вот а что-то новое смесь свежее и эмоционально позитивное это конечно новая визуальная реальность как понимать что нового я могу предложить своему клиенту ну конечно я рекомендую вообще так или иначе проводить коуч сессии с тренерами с мастерами коучинга для того чтобы вообще поработать над своим брендом над своим продуктом который ты предлагаешь аудитории насколько этот продукт действительно вот себя готов отработать подобное время и так далее так далее но если говорить про визуальную составляющую то здесь вот мы как раз и онлайн курс запустили для того чтобы владельцы бизнеса переосмыслили свой продукт для того чтобы знаете ведь вот так я наблюдаю за студентами и за клиентами которых нам обращаются в девятнадцатом году так или иначе было просто потрясающе перенасыщение рынка информации и продуктом но просто конкурентность зашкаливает потому что много предложений и вот среди этого много предложений выделить что-то особенное конечно очень сложно но я вам скажу как раз работает психология восприятия яркие яркие или концептуальные но при этом простые сообщения визуальные очень хорошо цепляются мы мы цепляемся за них что такое простое сообщение это значит вот это значит когда знаете вот ничего лишнего тебе показали условно да некую плоскость и на плоскости четкое сформулированное сообщение до которой ты точно считал но это сообщение должно быть написано не просто так знаете от балды есть такое выражение а в это сообщение нужно интегрировать мысль нужно интегрировать и понять под какую целевую аудиторию пишется это сообщение в какой цветовой палитре будет сформировано это сообщение и так далее так далее вот прямо сейчас со студентами мы как раз таки первый модуль нашего курса именно про это и начался мы начали разбирать что такое твой бренд миссия твоего бренда для какой целевой аудитории под какую целевую аудиторию ты работаешь и что ты им предлагаешь и вот чем четче ты формулируешь для себя это тем естественно это отражается на продажах на лояльности так далее а потом отработав бренд целевую аудиторию продукт ты начинаешь упаковывать в его в ту самую упаковку в дом в магазин вот мой моя часть она как раз про магазин как упаковать твою сильную идею в сильный магазин и чтобы показать инструменты мы пройдемся с вами по выставке еврошоп 2020 которая прошла в феврале двадцатого года я расскажу про ритейл тренды и про алгоритм дизайна магазина вот надо на самом деле отдать должное что мы как раз таки мы как раз таки меня видно слышно мне тут пришел какой-то отчет непонятный меня видно слышно ок мы как раз таки успели в этом году до всей этой пандемической истории побывать представляете в германии на самой крупной выставке о ритейл дизайне а вообще о ритейле вот китайского павильона кстати к сожалению ну он был конечно он был полупустой потому что пандемия вот вирус бушевал в китае и то ли их не пустили то ли они как-то вот не стали выезжать но в общем китайцы было очень мало но вот мы с моей командой да мы вот успели представлять феврале быть попасть на выставку может быть мы там переболели у нас есть антитела это проверить ну так вот собственно расскажу немножко про выставку что такое выставка представляете ну вот как у нас есть москве крупс экспо а там целый город выставочный практически у них тоже огромный выставочный павильон боже я даже не знаю сколько тысяч квадратных метров но может быть там до 80 тысяч вполне но то есть огромное пространство которое вот на неделю посвящено только ритейлу дизайн манекены операционные системы диджитал технологии продажи маркетинг постматериалы и так далее вот все что ты вот представляешь скажем так как как сегмент в большом ритейле вот выставка посещена всем этим направлением но я конечно отвечаю за визуальную коммуникации и моя задача и мы мы как бюро фабрика и школа участвует уже второй раз у нас свой выставочный стенд и мы там общаемся с клиентами ну и так далее но помимо общения с клиентами конечно же я обхожу всю выставку смотрю как оформлены стенды смотрю какие новые технологии в материалах торговом оборудование диджит или в технологиях манекены и так далее так далее и я специалист такой достаточно прокаченный и мой мозг работает очень 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 хорошо правильно работает но то есть словно из всего увиденного я вывожу алгоритмы я понимаю что сработает что не сработает да и для меня это вот какая-то такая вот хорошая хорошая почва для того чтобы вдохновиться и взять что-то рабочее и если я на самом деле сейчас покажу стенды на которые я обратила внимание которые будут трендообразующими на ближайшие три года кстати выставка проходит раз три года это значит что вот собрались вместе показали поделились и ближайшие три года это все распределилось по всей земле притей у всего земного шара ну уж европе и восточной европе точной россии так вот самый главный вообще самый главный тренд практически каждый представитель бренда говорил именно проекта погружать покупателя опыт покупательский опыт создавать для покупателя вот тот самый покупательский опыт то есть эмоциональный опыт и скорее знаете вот опять же возвращаясь к моему спичу о том что к моей речи о том что рынок перенасыщен и когда вы просто отшиваете базовую коллекцию делаете ремонт в помещении ставите рейлы начинаете продавать это не работает к сожалению нынче не работает так вот знаете инстаграм сейчас полом такими брендами и так далее так далее здесь конечно выхватить до своего покупателя очень сложно но когда ты понимаешь что тогда какая миссия что ты даешь кому даешь в каком виде еще упаковываешь это вот в эмоциональный опыт именно он работает именно эмоциональный шопинг это наше будущее леся эмоциональный шопинг наше будущее еще одна цитата марина казакова можно записать пожалуйста спасибо вот ну и что поехали окунулась в эмоциональный шопинг и так номер один на что я обратила внимание на крутые стенды на манекены так или иначе если мы говорим в целом про фэшн ритейл хотя я работаю не только с фэшн ритейл вы видели матрасы вы видели бьюти сегмент увидели часы и вы видели обувь алгоритм визуального мерчендайзинга и ритейл тренды работают равнозначно в любом сегменте поэтому не надо говорить что фэшн фэшн одно а у нас другое ни в коем случае нет другое может быть знаете что fmcg продуктовый ритейл это я могу создать концепцию магазина разработать торговое оборудование но вот как раз выкладку товара товарное соседство мясо молоко вот это все я не пойду потому что это не мой сегмент мне он менее интересен но я найму специалиста какого-нибудь российского представителя у нас их много именно fmcg мерчендайзеров вот я бы создала дизайн концепцию я бы создала позиционирование визуальное создала бы крутейшие удобное понятное пространство а уже да по выкладке по товарному соседству наняла бы специалистов которые мне показали и а лучше уж делали за меня как это сделать понимаете к тому что ритейл тренды алгоритм визуального мерчендайзинга в любом сегменте одинаково равноценно работает поверьте мне уж точно ну что поехали крутые стенды на мой взгляд а значит вот уже который год то есть второй год подряд я приезжаю на эту выставку как участник ну да то есть шесть лет подряд я наблюдаю за помните мебельный бренд ветра немецкий ветра ветра в какой-то момент начали смотреть в ритейл но потому что тоже расширяют свое предложение вот и создали собственно дисплей сколько ветра и таби сплей это от дисплей демонстрация дисплей такой крутой сочетание получилось я кстати за висплей мочь слежу они крутые мне нравится с ними взаимодействовать у меня есть скажем агенты с которыми мы общаемся по витре по дисплею в общем стенд их в этот раз просто был самым потрясающим на мой взгляд с точки зрения визуального мерчендайзинга и ритейл дизайна но эмоционально другой стенд крутой так вот дисплей на назвали они в этот раз свое пространство шерд плейсис как как правильно как грамотно перевести не просто типа делим пространство а пространство наверное для взаимодействия да но я думаю такой как бы перевод кривой такой будет взаимодействие пространство где мы взаимодействуем вот мне очень понравилось как у них было зонировано пространство было и фасадная внешняя точка с витриной вот фасад и была витрина было собственно естественно каждая категория вообще витра висплей продает торговое оборудование видите не дизайн на торговое оборудование и они создали свой конструктив ведь вот эта подвесная система шина наверху и на вот этих профилях висят полки мдф и металл но они как бы не полки придумали они придумали вот эту вот систему которая включает в себя уже электротехнические процессы то есть это вот с подсветкой это все очень интерактивно очень круто очень дорого и очень круто по моему в цуме есть кстати дисплей у нас московском так вот в общем они презентацию своего товара торговое оборудование представили разными мини магазинами в одном вот шерплейс из пространстве это видимо beauty дальше это вот такой продуктовый корнер корнер продуктового магазина тоже там там классные полки там естественно на полках автоматические подчерки счетчик из каю магнитные какие-то всякие навигации дано то есть очень технически механизировано очень круто скоро и fmcg ритейл к этому придет это значит тоже beauty сегмент очень красиво заходишь внутри а там все каким-то войлоком покрыто ну и смотрим на торговое оборудование этот их корнер принадлежал видимо сегменту гаджеты и всякие там умные технологии и такой цвет еще фиолетовый проект это фэшн сегмент естественно в общем вот так классно правда я конечно ну и плюс конечно них там посередине огромная кофейня бар мы там все время выпивали вечерами пили кофе днем ну и как то общались тусовались но потому что много людей много знакомых или новых знакомых и такое такой нетворкинг происходит юнилин пэнелс эти ребята мне понравились они продают кстати всякие настенные панели эконом панели такие панели в общем это больше про декор чем наверное корпус торгового оборудования но мне понравилась организация их стенда вот как раз просто и понятно чисто и красиво дальше вот эти форм factory дизайн это конечно ребята которые создают коммерческие инсталляции то есть в основном дизайн витрин для именитых брендов типа dior там и так далее так далее max mara конечно все очень эстетично очень дорого видно потому что материалы такие наши российские ритейлеры конечно не готовы тратить такие бюджеты на витрины вот jd и по моему они при голландцы на или бритши это же я уже не помню классный стенд с точки зрения тоже оформление видите как много графики на стенде это тоже работает покупатель это тоже считывает я сейчас вам покажу классные стенды на мой взгляд а потом выведу алгоритм трендов до всей выставки modern expo это украина ребята продают вот это вот прям тяжелое торговое оборудование мне очень понравилось вообще как был оформлен стенд тоже одно и то же оборудование они представили для разных сегментов финный сегмент складской цветочный хлебный вот очень было круто но самое крутое было вот что внутри стенда был зал к сожалению видео не работает вот это это видео было внутри стенда был зал маленький типа зал я не знаю может быть 15 квадратных метров черный темные за текстильными шторами и два экрана один экран один экран и второй экран а ты стоишь посередине и вот на этом экране значит вот эти вот машины которые создают металлический профиль из металлического профиля торговое оборудование так далее а на другом экране балерина которая стоит у станка и значит работает над своими плеетом и так далее так далее своими позы как этот позы на своим мастерством балерины то есть и такая крутая метафора здесь станок который создает торговое оборудование а тут станок и балерина которая создает свое тело и вот это и и это все в темном пространстве и находясь там внутри ты понимаешь что меня это так тронуло меня это так зацепило что я готова у них торговое оборудование покупать понимаете что значит погружать человека в опыт эмоциональный но это стенды это интерактивность это эмоции конечно не говорю вам о том чтобы в магазине ставить черные комнаты с двумя экранами хотя экран всегда мощно работает то есть на экране ты даешь визуальный контент диджитал контент который как раз таки погружает его в опыт понимаете поставьте мне плюсик если вы понимаете о чем я говорю когда говорю эмоциональный опыт в ритейле что мы посредством дизайна магазина диджитал технологий постеров или каких-то интерактивных штук создаем эмоциональный опыт отцы спасибо арка global это значит турки турки которые тоже разрабатывают торгу разрабатывает и производит торговое оборудование для ирмелу и бетон тоже премиум сегмент эти значит тоже было очень круто что они сделали вот это как раз эмоциональный стенд номер один они как раз знаете что сделали они вот процесс создания оборудования от идеи до доставки в магазин они разложили его на четыре или пять комнат комната номер один который мы видим эта комната хаоса эта комната когда зарождается идея вот пришла идея и ведь вот эти вот всякие вот эти вот как это называется как это называется прутья вот эти вот при прутья инсталляции с против созда метафорично говорит нам это идея идея она же как-то всегда такая хаотичная правда вот в этой комнате они визуализировали идею потом ты идешь внутрь и эта идея нет извиняюсь вот эта идея превращается в полоски она структурируется в какую-то мысль конкретную слова идея слова дальше начинается как это черчение они начинают делать и скейз скейчинг чертежи какие-то там тестинг да ну то есть начинается и там вот вы в этих вот стойках чертежи были этого объекта дальше ну видимо отрисовали создали в этой комнате начинается значит такой продакшен и упаковка знаете как вот то есть условно они не оставили своего ребенка ну свое детище созданное не отправили сразу магазина начинают конечно о нем заботиться упаковывать как надо и в итоге вот мы приходим некое пространство где-то идея реализовалась и проходя в этих по этим четырем комнатам ты действительно вот эмоционально понимаешь как создается и реализуется идея очень круто вот living green а здесь казалось бы ничего особенного но если вы понимаете что такое типовое торговое оборудование стеллажи такие железные то вот именно эти ребята так красиво подали эти железные стеллажи что я просто обалдела если честно я знаю все про торговое оборудование про конструктив про функцию эргономику я разрабатываю торговое оборудование хотя я не чертежник не конструктор но я визуальный мерчендайзер я про это очень хорошо знаю и тут конечно меня это меня это очень потрясло мне очень понравилось я тоже его отметил представляете какие красивые сеты еще выкладку товара хорошую сделали очень круто и навигация здесь и стиль классно то есть все вот тут вот с точки зрения дизайна этого мини магазина все исполнено отлично это стенд на который я в нет конечно были еще стенды но вот чтобы не терять время я уж не знала не стала все показывает показывала показал самые знаковые где есть эмоциональная составляющая и дизайн составляет сюда если говорить про манекены пробежимся по ним дорогие друзья манекены также имеют визуальные тенденции тренды в манекенах тоже присутствуют на самом деле круто что наш наша ментальность вот общечеловеческая и наш образ жизни как раз и диктует ритейлу каким им быть это круто значит мы влияем на ритейл как люди да мы как люди влияем на ритейл тоже хорошая фраза леся вот и вот например так или иначе огромный тренд вернуться к себе к своему телу здоровому образу жизни сохранять они пополнять водный баланс пить два литра воды в день контролировать вообще свое питание с точки зрения да там разных аспектов и конечно спорт да соответственно у нас появляется просто фантастические спортивные манекены и даже скажем так ну это нет скажем так лайфстайл манекены появляется сейчас я вам покажу конечно же учитывая эко-френд для вообще направления как тоже тренд учитывая естественно вторичную переработку продукта многие бренды и такую задачу перед собой ставят вот манекены которые вы сейчас здесь видите это все вторичный продукт то есть это из переработанного уже пластика то есть пластик не как-то там отправляется на дно океана или в недра нашей прекрасные земли а перерабатывается и имеет вторичное использование тоже очень круто вот понятно что ты как владелец магазина если ты покупаешь вторичный продукт ну значит это в твоей миссии зашито значит ты заботишься о своей земле планете и о том что о том чтобы человечество однажды не лопнуло и взорвалось потому что она узнать землю нашу бедную просто задушила пластиком это больная тема на самом деле вот и вот эти вот видите такие такие крупные манекены это вот и есть лайфстайл манекены что условно знаете от от совершенно вот такой модельной идеальности мы уходим как раз таки к натуральности но я это не даже не то что плюс сайз это вот ну да бывают формы может быть не совсем плюс сайз но как бы менее ухоженной скажем и такая аудитория тоже есть нечего не надо думать что именно твоя целевая аудитория это значит такие йогини мамаши здоровый образ жизни так далее нет ни в коем случае целевая аудитория бывают разные надо их четко понимать и ты должен продукцию и конечно под них разрабатывать вот и соответственно манекены которые представляют совершенно разный образ целевого до человека они тоже являются трендом вот ну и показываю разные группы и конечно огромное количество крутейших поз манекенов идем к такой естественной натуральности но как как жизни есть и мой любимый конечно genesis нет же не только что был это эти hands boot манекены это голландцы как раз вот этот парень кстати видите это не просто парень стоит это манекен но вот с телефоном это манекен и он как раз у него знаете такие силиконовые поверхности то есть он очень-очень натуральные аж до до страха ну и конечно дизайн именно hands boot стенд а самый благородный самый изящный для меня я люблю конечно интеллигентное прочтение и элегантность элегантность на элегантность я забыла кто это сказал мне тут недавно по моему это был я не помню кто возможно это был бадлер элегантность это интеграция в свою бытовую жизнь духовности хорошо звучит вот очень интеллигентный стенд элегантный мне нравится он очень ну и собственно тренды выставки пройдемся теперь по всем оставшимся стендом вот посмотрите графика видите визуальная коммуникация в виде графики сообщений каких-то принтов каких-то текстов есть вы принт вообще ничего в этом стенде нет но сообщение в виде графики мощно мощно привлекает внимание сообщения в виде паттернов видите привлекает внимание сообщения в виде инфографики вот каких-то текстовых обращений имитирует имитирует отражает миссию твоего бренда да создает интерактивность ярко выделяет цвет видите вот они стенды все оставшиеся на которые я обращаю внимание очевидно что визуальная коммуникация в виде имиджей графики инфографики мощно работает на привлечение внимания твоего покупателя поэтому оживляйте свой магазин ритейл маркетингом ритейл маркетинг это вся графическая коммуникация которая может быть в торговом интерьере ну и дальше это я про графику сейчас сказала большой тренд графика да ритейл маркетинг дальше конечно же экологичные или имитирующие экологичность материалы торгового оборудования дерево вот этот фетр а вот этот значит растительные элементы да а это вот этот модерн артыко наша приглушенная роскошь использование латуни ровно такой же тренд да вот эти вот ретро формы округлые вот эти зеркала или урбанизм такой урбанистичный интерьер посмотрите также вот так же тренд это экологичность урбанизмом это какие-то инсталляции такие структурность да а это вечная классика посмотрите мрамор гранит тоже какая-то какие-то классичные консервативные формы да а это монохром и это тоже это уже к оборудованию да тренды в оборудовании тоже очевидны и я хочу подытожить визуальные тренды выставки еврошоп и ритейл тренды которые будут с нами ближайшие три года дорогие друзья если вы владельцы магазинов поставьте мне плюсик пожалуйста обращение к вам если вы владелец магазина поставьте плюсик а если вы визуальный мерчендайзер или подрядчик поставьте знак равно равно Дмитрий Дмитрий Настя привет Оля владельцы магазинов студенты наши владельцы магазинов отлично дорогие друзья если вы владельцы магазинов то знаете что тренд тренд всегда тренд выбирай я хочу вибрацию как и disrespect выбирая тренд конечно вотiane вот хочу экологичность тебе нет так какFirst любите тренд подбирается под бренд в целевую году знак когда про это работаешь карта бренда поймет что да моя аудитория экологичность ближе моему позиционированию бренда например чёрно-белый ближе или моему позиционированию бренд что-то яркое нужно да и у нас есть тренды которые отразят глав んで змая твоего бренда это первое второе тренд придает твоему магазину характер и запоминается он я же вижу сколько ну там я не люблю шоппинг если честно нет обожаю шоппинг делать четыре раза в год вот прям все сезон в сезон а так в целом вот слоняться по магазину не моя тема у меня про проф деформация вот но в целом я сколько посещаю торговые центры универмаги магазины смотрю конечно с иностранным ритейлом ок все более-менее понятно российский ритейлер конечно не понимает не понимает все таки общих международных трендов это это очень жаль и возможно поэтому магазины не такие сильные продажи не столь высокие поэтому обращать на это внимание и так тренд номер один как я озвучила конечно экологичность экологичность на самом деле это еще общемировой тренд вы понимаете здесь я показываю мудборд на котором отражаю общие референсы материалы цветовая палитра да но например степень зелености этого цвета это конечно зависимость от твоего от твоей идеи от фирменного стиля твоего бренда но самое главное что экологичности ты можешь достичь в интерьере используя следующие инструменты натуральные материалы растительные элементы натуральная цветовая гамма да все что вот светлое натуральное ну и утащение воздуха тренд визуальный тренд в дизайне магазина номер один номер два здесь не обязательно что это розовый цвет да ни в коем случае мы сверстали так потому что нам нравится это может быть любой приглушенный яркий цвет но здесь самое главное что эта трансформация арт-деко все такая приглушенная роскошь трансформации стиля двадцатых тридцатых современные это использование округлых форм а это микс разных фактур типа дерево фетр или вельвет или бархат мрамор или краска ну и конечно главным элементом здесь является латунь вот имитация вот этого золота вот приглушенная роскошь тренд номер два модерн деко я называю урбанизм до такой вот грубый где-то брутальный но не лофт слов там не путать это не лофт то есть условно коричневый кирпич отменить нет коричневый кирпич вообще друзья уже давным давно остался в нулевых годах здесь может быть кирпич но это такой кирпич не наверное там крок выкрашенный белый черный серый вот что-то такое приглушенная да и коричневый вот здесь конечно это про необработанные поверхности сетка рабица панели с перфорацией какие-то вот эти вот профиля металлические асфальт какие-то глыбы да эти открытые конструкции на потолке это все отсюда урбанизм очень-очень тренд да дальше 4 4 монохром опять же не факт что красный хоть синий хоть зеленый хоть вот такой это темно-зеленый вот главное что он будет главным цветом все остальное будет в поддержку этого цвета здесь должен быть главный цвет и его оттенки структурность помните инсталляцию вот эту структурную это проторговое оборудование про то что каркас мы открываем наружу про то что мы зонируем пространство с помощью каркасных всяких штук да это вечная классика черно-белая керамогранит или гранит но в общем такие со очень классичные интерьеры все равно в тренде и футуризм это полигональные выпуклые поверхности тоже тренд вот собственно рассказала вам про выставку рассказала вам про ритейл тренды быстро-быстро голопом по европам а теперь собственно расскажу про алгоритм дизайна магазина вот знаете а здесь такая подводка у меня будет ни в коем случае не думайте что что дизайн магазина создают опытные архитекторы тренд номер пять структурность ни в коем случае не думайте что дизайн магазина создают архитекторы вот закончили строгановку отучились значит от практиковались какой-нибудь дизайн-бюро который архитектурой занимается это совершенно и совершенно как совершенно неправильно мягко говоря потому что все-таки ритейл это же отрасль друзья это специфика это же продукт вот что мне нужно знать чтобы создать дизайн магазина первое нужно понимать бренд платформы нужно понимать вообще что такой бренд какой у него фирменный стиль какая какой у него бренд позиционирование что главное что является его миссией дальше потом не надо понимать целевую аудиторию этого бренда кто это это девочка 22 25 или это молодая женщина 30 35 или это женщина осознанно 40 45 или это взрослая женщина 50 55 видите сейчас 4 совершенно разных интерьера у нас с вами получится эмоционально разных визуально разных продукт будет разным тренд возможно будет совершенно разно потому что разные люди вы понимаете это сейчас девушку привела пример я девушка то же самое с детьми дети тоже бывают разные но вот условно одно дело создавать дизайн концепцию под бэйбиков 0-2 а другое дело создавать дизайн магазина под твинов который 10-12 совершенно два разных магазина эмоционально визуально и с точки зрения тренда продукта зонирования пространства вот подумайте когда нанимаете опытного архитектора знает ли он вообще как нужно прорабатывать аудиторию бренд дальше знает ли он продукт товарную ассортиментную вообще политику он знает как работать с товарной матрицы он знает как распределять по торговой площади товарные сегменты вот это все мы закладываем уже вы визуальный мерчендайзер разрабатывать дизайн концепции магазина закладываем эту информацию в дизайн проект нашу работу в последовательность наших работ да очень важно локация магазина конечно тоже прежде чем приступить к дизайну магазина я смотрю где расположится магазин кто там рядом по соседству это стрит ритейл это трейд центр ритейл совершенно разные методы работы что у них с фасадом с порталом в торговом центре и что у них с фасадом с порталом на улице разные ситуации на улице одна освещенность улицы и вообще день меняет время суток в торговом центре другая освещенность торговом центре всегда будет светло но по особенному поэтому здесь даже это отражает отражается на витринном стекле это отражается на витринной инсталляции но там много масса конечно информации про которую вы вряд ли думаете понимаете то есть специфика ну и конечно чтобы создать дизайн концепция магазина и один из одна из поданных информации 5 по счету это конечно тренда надо знать тренды ну и алгоритм визуального мерчендайзинга обязательно ну собственно это так такой слайд чтобы все это узнать и собрать нужно конечно провести детальный брифинг запола чтобы клиент заполнил анкету и так далее ближе вообще к тому что такое дизайн концепция магазина и каков алгоритм визуального мерчендайзинга дизайн концепция вот я сформулировала это для себя я пишу книгу о ритейл дизайне что это действительно совокупность разных инструментов визуального мерчендайзинга которые создают стиль и характер твоего помещения то есть условно дизайн концепция состоит из разных и инструментов как это интегрируя их вместе в свою работу ты создаешь тот самый характер твоего помещения один из на самом деле там проектов где я проводила кон консалтинг собственно вот есть магазин у которого есть очевидный характер тренд планировка организация пространства разнообразное оборудование я хочу показать на примере вот этого референса собственно из каких инструментов состоит алгоритм дизайна магазина но вот такая взрыв схема собственно первое о чем мы думаем это конечно тренд то есть переработав всю полученную информацию клиента мы понимаем что будет тренд вот такой экоурбанизм в экоурбанизме мы двигаемся в этом магазине инструмент номер один этот тренд который я зашиваю свою работу дальше видите цифру номер два чтобы я создаю дизайн концепцию создали тот самый до отражают самый тренд и дальше подбираю отделочные материалы до чтобы отразить дизайн концепцию то есть у меня здесь вот два вида при стен два два цвета стен два вида отделочных материалов полов до дальше собственно инструмент номер три торговое оборудование здесь конечно разбираться и разбираться типология торгового оборудования насчитывает не знаю до 20 разнообразных видов торгового оборудования видов и типов при стены островное внутри при стен его куча типов внутри островного куча типов использовать разнообразное оборудование это значит разнообразить свой магазин как инструмент номер три графическое оформление графика навигация имиджи вывески да это все туда торговое освещение один из еще один инструмент дизайна магазина торговое освещение тоже классифицируется есть генеральное общее освещение есть декоративное не силу функциональное освещение и каждое освещение имеет свою эффективность имеет свою задачу это тоже надо понимать и когда ты разрабатывать дизайн магазина использовать разнообразное торговое освещение еще и знать освещенность ну и шестой элемент это конечно если твой бренд соответствует это декор манекены и лаунж зоны и так далее так далее вот из чего вот как компоненты дизайна магазина если ты чего-то упускаешь да что-то упускаешь один из элементов то что-то проваливается в твоем магазине но и ко всему этому мы интегрируем еще и алгоритм визуального мерчендайзинга в данную работу потому что потому что это же не просто вот разработать оборудование расставить нужно знать принципы расстановки оборудования и это не просто разработать оборудование нужно знать под какой продукт ты будешь разрабатывать торговое оборудование по поводу распределения отделочных материалов пункт 2 не просто вот мне захотелось эта стена черная, а эта стена белая. Нет, там есть алгоритмы зонирования пространства. Ну, в общем, в каждом этапе есть свои еще зашитые алгоритмы. И это просто грандиозная работа, которая очень интересная, которую нужно осуществлять. Вот. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Я, как всегда, вовремя начала, вовремя закончила. У нас есть 5 минут на несколько вопросов, но сделаем следующее. Если вы хотите, чтобы я вам, точнее, мои коллеги отправили вам презентацию о цветовых трендах, вот я вам рассказала про ритейл-тренды, но есть еще и цветовые тренды по версии института Pantone, то обязательно подписывайтесь на аккаунт Марина Казакова в Уди-бюро, мерчендайзинг и витрины 3 аккаунта, и мне лично, уже в личное сообщение пишите, Марина, привет, я подписался или подписалась, пришли, пожалуйста, презентацию, будут благодарен. У меня есть потрясающий труд, который я делаю раз в год, и целый год все мои студенты пользуются, ну и спикеры, слушатели, партнеры и так далее. Что с книжными? Елена с книжными то же самое. Ровно то же самое. Те же алгоритмы, те же тренды. Я, кстати, работала когда-то в республике, здесь такой книжный, музыка, книги, музыка, перспектива. На самом деле все то же самое. Вот, нужно просто понимать тренды, ритейл-тренды, алгоритмы визуального мерчендайзинга и адаптировать под сегмент. Еще раз. А, шалтай-болтай, я его знаю, кстати. А, Лена, господи, Лена Крылова, привет. Есть, кстати, сейчас еще один книжный, вот к нам обратились, сейчас мы отправляли капе, посмотрим, что будет дальше. С книжными все классно, на самом деле, но все равно классных же, вот прям показательных книжных все равно в Москве нет. На мой вкус и цвет. Хотя мне, кстати, очень нравится, знаешь, какая республика, которая, вот недавно я была, которая, господи, как это называется, ну, у нас здесь практически вот перед Манеж, ну, вот Манеж, и перед Манежем вот этот бизнес-центр внутри там, ну, ближе к Арбату. И внутри там республика просто потрясающая, на мой взгляд. Мне так она нравится, там круто сидеть и вообще. Вот. Так что на этом все. Собственно, еще раз, если нужна презентация о цветовых трендах, подписывайтесь на все аккаунты. На самом деле, даже если не нужна презентация, подписывайтесь, пишите нам, следите. Обучение, дизайны магазинов и вообще много классной информации во всех этих наших аккаунтах. Дорогие друзья, вам спасибо за внимание. Желаю потрясающего дня. Все будет хорошо. Мы вырулим эту сложную ситуацию, станем еще сильнее. Вот. И я думаю, что все в наших руках. Правда. Рассчитывайте только на себя, работайте на себя и пейте больше воды. r-рассчитывайте. Продолжение следует...